МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффект от колоссальной финансовой господдержки и ручного управления в сельском хозяйстве. В главной жительнице страны убрали урожай. Сколько он весит? В миллионах тонн. Ремонт теплосетей затянулся, а вот другие стройки строго по графику. Еще 19 многоэтажек возведут в Петропавловске до конца года. Как растет областной центр? В год 80-летия в Североказахстанском университете говорят не только о достижениях, но и о планах. Попасть в десятку лучших вузов страны – главная задача, какой для этого есть потенциал. Удивительная рядом экспедиция отправились в разные уголки Казахстана, чтобы найти и рассказать об уникальных местах нашей страны. А что интересного в Североказахстанской области? В конце недели в областном Акимате сообщили о том, что уборка зерна в регионе завершена. Причем показатели в этом году гораздо лучше, чем в прошлых. И это не только воловой сбор и урожайность на гектар, по которым обычно судят о результативности сезона. Они, конечно, ожидаемо выше. Урожайность, например, впервые за последние 6 лет составила 18,2 центнера с гектара. Но интересно заметить еще одну очень важную тенденцию. Как таковой битвы за урожай, которая ежегодно разворачивается на полях области, в этом году будто и не было. Аграрии спокойно и в штатном режиме работали. Можно было предположить, что повезло с погодой. И это, кстати, до сих пор один из главных факторов, влияющих на результаты в сельском хозяйстве. Но если летом обстоятельства складывались по большей части удачно, то холодная и дождливая осень, причем со снегом, пришла на сей раз гораздо раньше, уже в сентябре. А у нас часто еще в октябре уборка полным ходом. Но в этот раз многие хозяйства сделали основную работу еще в начале сентября по сухой погоде и получили хорошее зерно. А это на самом деле не везение, а грамотный расчет многих факторов. Вовремя посеяли, выбрали правильные сорта, которые успевают созреть за короткое североказахстанское лето, да еще и давать большую урожайность на гектар. Например, оригинальных и элитных семян в этот раз посеяли 25 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Кроме того, соблюдали технологию сельхозпроизводства. В частности, не экономили на удобрениях. 76,5 тысяч тонн минералки внесли на поля в этом году, а еще пару лет назад этот показатель составлял чуть больше 45,5 тысяч. Такие показатели достигли прежде всего с помощью экономических рычагов. Например, удобрения аграрии покупали не за 126 тысяч тенге за тонну, а за 62 тысячи тенге. Причем безо всяких ограничений в выборе поставщика. Эта статья расходов для государства увеличилась на 1 миллиард тенге. Возобновили субсидирование элитных семян. Вообще, объем бюджетных средств, которые выделили на поддержку семеноводства в этом году, в три раза выше, чем в прошлом. Так что результат в 5 миллионов 627,5 тысяч тонн зерна – это вполне закономерный и управляемый. И нельзя сказать, что это предел. Хозяйство, которое работает максимально эффективно, можно пересчитать по пальцам. В остальных доход на одного сотрудника составляет от 2 до 5 миллионов тенге в год. И там по-прежнему нерационально используют землю, не вкладывают в нее и не получают должной отдачи. Там не могут обеспечить людей достойные зарплаты, потому что бизнес сезонный, животноводство не развивается. Таких хозяйств в регионе около 80%. И порядка 200 – это так называемые проблемные, где огромные долги, но землю они в активе имеют. Так что на 4 миллионах гектарах пашни можно вырастить урожай, который значительно превышает привычные 5 с лишним миллионов тонн. В этом году значительную часть полей оставили под пары, а это хороший задел на большой урожай в следующем году. К тому же в областном окемате наконец-то всерьез взялись за тех, чей сельскохозяйственный бизнес неэффективен. Так что запомним эту цифру в 5 миллионов 627,5 тысяч тонн зерна и сравним ее с будущим урожаем 2018 года. Продолжаем программу. В Петропавловске до сих пор не закончена подготовка к отопительному сезону, хотя обычно в середине октября на севере страны уже давно пора обогревать дома. В этом году подключение города к теплу выбилось из всех привычных графиков и виной всему вовсе не наличие или отсутствие счетчиков, как грозились энергетики в начале сентября. К холодам в городе просто-напросто не успели завершить ремонты на основных тепловых магистралях. Объем ремонтных работ в этом году заметно превышает тот, который когда-либо был. Как отметил зам Акима области Антон Федяев на брифинге в четверг на прошлой неделе, частная энергетическая компания, которая работает в Петропавловске, не могла себе позволить вкладывать большие деньги в капитальные ремонты, а тут как раз удалось привлечь дешевые кредиты Банка реконструкции и развития. В общем, от такой возможности Петропавловск, где износ магистральных сетей составляет 88%, конечно, не мог отказываться. Эту информацию озвучили на ура в начале этого года, но реализация, как обычно, затянулась. Кредитные деньги, как выяснилось, выделили лишь в июле. В общем, Антон Федяев неделю назад спокойно сообщил журналистам, что они-то понимали, что уйдут с ремонтами на октябрь, но, мол, лучше потерпеть осенью, чем потом страдать от порывов зимой. А вот спустя всего несколько дней, в понедельник, на аппаратном совещании в областном Акимате тот же Антон Федяев за эту расслабленную позицию получил выговор. Первое дисциплинарное взыскание записали в личное дело Акима Петропавловска, Марата Тасмаганбетова. Уходить с ремонтами в октябрь оказалось совсем ненормальным, а немножко потерпеть у петропавловцев, которые мерзнут еще со второй декады сентября, очень плохо получается. Отговорки о затянутых по объективным причинам сроках, как оказались, не вполне состоятельны. Деньги получили в июле месяце. Но это что, проблема? Ремонтные работы проводились работниками как будто бюджетных организаций. В 9 часов утра начиналось, в 6 часов вечера заканчивалось. Мы специально спросили людей, которые живут возле тех домов, которые проводились ремонтные работы. Вечером все работы завершались. Как это так? Когда только сделали соответствующее внушение, начали поднимать и работать ночью. Халатное отношение к своим обязанностям. Такую оценку глава региона дал подчиненным, которые курируют сферу ЖКХ и вопросы подготовки к зиме. Заместитель Акима области Федяев, который должен был координировать всю эту работу. Акима города Тасмагомбетова, который должен был обеспечить руководство и координацию деятельности жилищно-коммунальной сферы. Кадхадамов, функции которого входят непосредственно контроль и обеспечение всех работ. В этой связи за неисполнение своих прямых обязанностей объявляю выговор Федяеву, Тасмагомбетову, Кадхадамову объявляю неполное служебное соответствие. При этом руководству частной компании «Монополиста», кроме гневных внушений, сейчас предъявить особо нечего. Как заявил еще две недели назад директор Петропавловских теплосетей Игорь Рыбас, у него на подключение города к теплу по инструкциям 26 рабочих дней. А отопительный сезон постановлением Акимата города начали только 25 сентября. Впрочем, так всегда и делали, и никогда подключение города к теплу не длилось целый месяц. Обычно энергетики справлялись за пару недель, но основная часть города и особенно социальные объекты были подключены в первые семь дней. На сей раз официальный старт отопительного сезона объявили аж 25 сентября, и в это время на улице было уже очень холодно. Если бы город был в обычном графике, то к сегодняшнему числу все бы уже были с теплом и забыли эти холодные дни, как страшный сон. Но все пошло не так, и надо полагать, в горе Акимате в управлении энергетики предполагали, что такое развитие событий возможно. Но дали энергетикам эту фору на старте, очень сильно усугубив проблему. Как можно было подписывать график подведения тепла к домам к 10 октября? А один дом вообще к 15 октября. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, месяц Акиматом города, подписывает такой график. Хотя КАЗ Гидромет в июле месяце вас предупреждал, что возможно у нас будут ранние зимы. Зависеть от скорости работы подрядчиков потребители, по идее, вообще не должны. По большому счету тепловые сети, так сильно задерживая начало отопительного сезона, теряют прибыль. Они и так постоянно жалуются на свою убыточность. По идее, нужно было подключать дома по временным линиям, пока ремонтируются основные. Более того, эти временные линии есть, и энергетики заявляют о том, что все дома подключены. Но сделали эти трассы почему-то таким образом, что тепла, которая по ним идет, потребители совсем не ощущают. А вот в счетах все может быть совсем по-другому. И вот на этот счет Аким области на том совещании высказался четко. Севкозэнерго считаю, что не имеет права предъявлять счета на оплату тем жителям, дома которых было тепло подано, но не соблюден был режим соответствующий. Да, подали вроде бы, но там было холодно. Мы это прекрасно знаем. Поэтому пересмотреть все это. Когда будет нормальный температурный режим, вот только тогда люди могут оплачивать. На совещании присутствовали не только работники Акиматов, но и генеральный директор акционерного общества Севкозэнерго. Он это заявление Акима тоже слышал и никаких возражений не заявил. Какие энергетики сделают выводы, узнаем и расскажем уже в конце месяца. А в Петропавловске тем временем становится еще больше зданий. Работа на этих стройплощадках пока идут строго по графику. До конца года обещают заселить еще полторы тысячи квартир, а это 19 многоэтажных домов. Осваивают на этих проектах бюджетные деньги. В общей сложности 5 миллиардов тенге, так что со сроками сдачи там строго. Дворец школьников, который возводится по улице Жабаева в новом микрорайоне, тоже нужно успеть в срок. Судя по всему, это и будет главной площадкой форума приграничного сотрудничества Казахстана и России, который пройдет с участием президентов двух стран уже в следующем году. В общем, в той части города сейчас кипит работа. За ней наблюдала моя коллега Кристина Горбаченко. Еще несколько месяцев назад здесь стояли старые частные дома, а сейчас в микрорайоне Жасуркен настоящий строительный бум. Рядом возводят теннисный центр, напротив дворец школьника. Ну а мы находимся на площадке ТО «Основание». Здесь появится современная девятиэтажка. Удар за ударом девятиметровые сваи забивает специальный двухтонный агрегат. Для возведения многоэтажки их понадобится 1800 штук. Это основная опора всего здания. Работы компания начала в августе. Уже возводят второй этаж первого подъезда. Сама стройплощадка занимает целый квартал. Дом будет девятиэтажный. Столько же подъездов. Это 332 квартиры. Директор ТО Сергей Тимофеев рассказывает, этот заказ самый большой за историю его предприятия, а ему 22 года. Обещает, дом будет современным и красивым. Применяют новые строительные решения. Например, закупили кирпич цветом абрикос. А балконы сделают в едином стиле, по эстетике. Это жилье, которое пойдет через Жилхтрусбербанк. Дом будет элитный, красивый. Вы сами видите, хороший кирпич используется. Здесь необычных цветов, которые мы до сих пор не применяли на гособъектах. Будут витражи на всех балконах. Будут два встроенных мини-центра. Объем большой, он почти 3,5 миллиарда стоит. Нам работа на два года вперед, это очень хорошо. Со стройматериалами проблем нет. Их везут со всей страны. Железобетонные изделия на предприятии делают сами. Цемент тоже. Сейчас здесь работает один башенный кран. Скоро привезут еще два. Трудятся на участке около 80 человек. Рабочих будет больше. Закончить стройку планируют вовремя. Ренат Сайдашев 11 лет работает в компании Каменщика. Мастер опытный. Помогает советами молодым. Строили интернаты, мамлютки. В тайниче школу построили, садик. Очень много объектов по городу. Жилье. Основное направление. У нас большая бригада, очень сплоченная. Ребята дружные, работают хорошо. Каменщики, они как бы впереди идут. Вначале идут монтажники, они делают фундамент. Основное, считай, корпус мы делаем сам. Строители по максимуму используют цветовой день. В этом году ТО «Основание» сдаст в эксплуатацию 126-квартирный дом в 19-м микрорайоне и 75-квартирный в Береке. Всего в Петропавловске в этом году заселят 15 многоэтажек. Еще 4 в районах. В 2017-м масштабы строительства увеличили втрое. В 4 районах 4 общежития в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. И в рамках программы Нур-Лежер по городу Петропавловску. 15 жилых домов, 1350 квартир. В том числе 4 арендных жилых дома без права выкупа для социально уязвимых слоев населения. 7 жилых домов по линии ЖСБК. Также по линии КИК ведется строительство двух жилых домов. Вместе с тем 3 кредитных дома строятся у нас по линии Байтерек Девелопмент. Также началось строительство индивидуального жилья в поселке Солнечном. К 2019-му объемы строительства в Северном Казахстане достигнут 5000 квартир в год. Реконструкцию парка тоже почти завершили. И там в эти дни самая настоящая золотая североказахстанская осень предстала во всей красе. Убрали мусор и стихийную поросль. Парк превратился в чудесный осенний лес с ковром из листьев под ногами и графичными стволами деревьев. Любова со всем этим великолепием сейчас тоже одно удовольствие. Сделали удобные пешеходные дорожки, деревянные скамейки с коваными основаниями, такие же добротные фонари очень органично вписались в этот ландшафт. А плюс к этому детская площадка, поле для игры в футбол, площадка для баскетбола. Именно этого и хотели неравнодушные жители города, когда с большой осторожностью и даже опаской восприняли реконструкцию старого парка и новость о замене старых деревьев на новые. Строительство площади. И вот работы почти завершены. Позади не один субботник, и парк действительно приобретает черты приятного места отдыха. По новым аллеям прогулялся Денис Сивков. К масштабной реконструкции парка культуры и отдыха приступили в начале лета. Первое, что бросается в глаза – площадь у памятника Абавии Пушкину. Она стала больше в два раза. Строители полностью заменили брусчатку, а в старом парке установили игровые и спортивные площадки. Это необходимо, это нужно. Тренажеры – это здоровый образ жизни, во-первых. Во-вторых, это любому подругу. Я считаю, новая версия парка будет лучше, и новые колонны придут в гидпарку. Думаю, станет уютнее, будет больше людей ходить, комфортнее. Александр Щепаксов приехал в Петропавловске из России. Говорит заметно, как расцветает и хорошеет город. Особенно ему понравилась центральная площадь. Вот только мы подошли, я только вчера приехал, вот только по этой улице первый раз мы прошли. Сделана у вас дорога, это пешеходная, сделано очень аккуратно. Все это пока мне нравится. Пока погода позволяет, строители работают в усиленном режиме. Сделали уже немало. Были заменены освещения на новые. Начались работы по установке центральной колоннады, то есть фундаменты уже залиты. Установлены детские площадки разного вида. Сагила Мустафина пришла на детскую площадку с племянницами. Говорит, даже не думала, что за лето здесь появится такой городок. Детям очень нравится. Горки, качели, турники. А рядом появился тренажерный комплекс. Сама лично каждое утро, начиная с того, что ходим здесь по парку. Конечно, нас очень радуют вот такие реконструкции, которые здесь происходят. И это вот видно, что делается все во благо людей. Дети катаются на роликах, на скейтбордах. Ну это вообще здорово. Тренажеры для взрослых здесь установили неделю назад. Детские еще на стадии монтажа. Всего здесь будет 10 игровых элементов. Будет зонировано для маленьких деток, для среднего возраста и для старшего возраста. Значит, в данный момент установлено 3 игровых элемента. Планируется еще как минимум 7 игровых элементов, среди которых будут качели, карусели и один интересный комплекс. Сетчатая конструкция состоит из канатов. Велодорожки еще одна прелесть для любителей двухколесных железных коней. Светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы. Маленькие любители электромобилей могут здесь учить правила дорожного движения. Протяженность мини-трассы 3,5 километра. На полную реконструкцию парка из городского бюджета выделили 285 миллионов тенге. К другим темам. В эти дни 80 лет отмечает Североказахстанский государственный университет имени монашек Кузыбаева. В четверг и пятницу провели целую серию юбилейных мероприятий. В первую очередь это Кузыбаевские чтения. Ежегодная научно-практическая конференция, где современные ученые представляют свой анализ и взгляд на труды академика. А их у него более 900. На этот раз, учитывая особенность даты, она собрала гораздо больше участников из Казахстана и России. Взяв за основу научные труды монашек Кузыбаева, современные ученые могут переосмыслить и исследовать истоки тюркской культуры. А сейчас, когда Казахстан на пути модернизации общественного сознания, такие обращения к истокам становятся все более и более ценными. Исследования монашек Кузыбаева дают нам возможность выявить истоки тюркской культуры, проследить политическое, экономическое, культурное развитие древнего и средневекового Казахстана. Он с аргументированной убежденностью и настойчивостью отстаивал в свое время в Верховном Совете каждую строку нового закона науки. Университеты должны сыграть в этой многоплановой работе по модернизации общественного сознания через изучение культуры и истории нашего народа чуть ли не главную роль. И стало быть, сами стать добротными научными центрами. И в этой связи качество работы вузов, их эффективность становится весьма актуальным вопросом. В рамках юбилейных мероприятий эту проблему тоже рассмотрели на специальном совещании с руководителями вузов со всей страны. Дело в том, что система высшего образования, в которой прежде особо никаких революций не наблюдалось, сейчас начала активно меняться в сторону большей самостоятельности вузы, что самое ценное – повышение конкуренции среди них. К примеру, два последних года ректоров вузов в Казахстане не назначают приказом министра образования, а избирают. Претенденты проходят конкурсный отбор в республиканской комиссии, собеседование с наблюдательными советами вузов, где они представляют свои программы развития университета. То есть прежде чем возглавить вуз, человек должен уже четко представлять, что он будет делать, в каком направлении развивать университет, как повышать его конкурентоспособность и так далее. Для Североказахстанского государственного университета это очень актуально. В последние годы вуз стал терять свои позиции, уходят в квалифицированные кадры, меньше становится студентов. Сейчас учебное заведение занимает 16 место среди университетов Казахстана, но к 2019 году он должен войти в десятку лучших. Эту цель поставили и прописали в стратегическом плане развития университета. Впрочем, вузу с 80-летней истории есть что сказать не только о планах, но и о достижениях. Торжественное собрание, посвященное юбилейной дате, состоялось в пятницу, рассказывает Кристина Горбаченко. В зале выпускники, студенты и педагоги. В общем, те, кто создает историю СКГУ и развивает его. Главные слова в адрес виновников торжества от премьер-министра страны. Поздравления зачитал Ирланд Сагадиев. Также министр образования рассказал о реформах. В соответствии с новым проектом закона об академической свободе, которая находится в Можилисе, на обсуждении мы надеемся его весной принять. Эти изменения коснутся и высшего образования. Имея эту академическую свободу, такие университеты, как этот, могут двигаться вперед. Главный педагог страны вручил преподавателям вуза государственные награды. Это нагрудные знаки Ибрал Тенцарина за вклад в развитие науки и почетный работник сферы образования. Еще трое удостойны медали ветеран труда. В их числе кандидат в технических наук Анатолий Томашец. Его трудовой стаж 61 год, педагогический 43. В вузе я работаю с 87-го года. В этом году 30 лет. Кафедра называлась автомобильный транспорт. Сейчас называется транспорт и машиностроение. Поэтому готовим автомобилистов, транспортников, разных специальностей. Сейчас приятно видеть своих выпускников. 80 лет. Солидный возраст, достойные результаты. За годы существования в СКГУ подготовили свыше 50 тысяч выпускников. 890 человек получили дипломы в этом году. Многие стали успешными специалистами не только в нашей стране. Поздравляя виновников торжества, глава региона отметил, что для учебы в университете есть все условия. И большие результаты еще впереди. При университете с 2004 года действует астрофизическая обсерватория. С 2014 года действует научно-технологический парк, где ведутся научные разработки в сфере сельского хозяйства, промышленности, археологии. Разрабатываются технологии для получения новых высокоэффективных фитопрепаратов на основе флоры Северного Казахстана для медицины и косметической промышленности. Учеными университета проводятся исследования городища раннего железного века Ах-Ирий у села Далматова и реконструкция хозяйственных комплексов древних племен Северного Казахстана. За вклад в развитие научного потенциала области педагогам вуза Кумар Аксакалов вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Агалымкаиру Мутанову он с 1995 по 2002 годы был ректором Североказахстанского государственного университета. Сегодня присвоили звание почетный гражданин Североказахстанской области. По дворуководствам СКГУ становился одним из лучших вузов в стране и за его пределами. Экс-ректор вспоминает те годы и о трудностях, которые пришлось преодолеть. В 1996 году было осуществлено реальное слияние Североказахстанского университета и Высшим техническим колледжем. Стало одним юридическим лицом. И тогда мы вместе сформировали модель нового университета. И неплохо мы тогда, я думаю, поработали и заложили хорошую основу. Самое трудное время мы сумели не только сохранить наш комплекс и развить, сумели развить. Вот сейчас говорили столько корпусов. Я сейчас посчитал, примерно 6 корпусов мы приобрели. Когда все издавали, а мы, наоборот, приобретали. Девяти работникам Североказахстанского университета он вручил медаль Академии наук высшей школы за выдающиеся достижения в науке и образовании. Такую получила доктор филологических наук Зинаида Табакова. Я выпускница нашего Североказахстанского университета. Пришла я работать в университет в 1971 году. Конечно, много хорошего в нашем университете было. А самое главное, мы готовили хороших студентов. Поздравить коллег приехали ректоры 11 вузов страны. Каждый привез подарки. Руководитель университета Турана Рахман Алшанов вручил учебному заведению орден Ахмета Байтурсынова, а его педагогам одноименные золотые и серебряные медали. Это итоговая программа МТРК, и мы продолжаем. На этой неделе президенту страны представили проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике. За два последних месяца, что длилось общественное обсуждение, собрали более 300 предложений, которые учли в новом проекте. И в ходе совещания рабочей группы Нурсултан Назарбаев поблагодарил и ученых, и общественность, в общем, всех, кто принял активное участие в обсуждении первого проекта латинской графики казахского алфавита. В результате дискуссии от деграфов решили все-таки отказаться. Обозначать двумя знаками один звук оказалось очень неудобно. Так что проект казахского алфавита латинской графикой включил в себя апострофы. На этом алфавите наши ученые придерживались именно диакритического принципа. Если в первом варианте были представлены наши специфические казахские звуки с помощью деграфов, в этот раз они, учитывая мнение общественности, сравнивая все варианты, пришли к такому мнению, что надо одного звука представить одной буквой. Наша общественность последнего варианта хорошо приняла, потому что им это более понятно было, потому что один звук, одна буква, в принципе, дает большие возможности. Они без ошибок могут написать любое слово. Избавились и от знака W, который должен был использоваться по первому проекту в качестве краткой U. И это понятно, прочесть слово, в котором гласная буква определяется согласной, да еще и такой привычной для взгляда казахстанского человека было совершенно невозможно. Ну и это еще не окончательный вариант, обсуждение и активная информационная работа продолжается. После того, как примут алфавит, нужно будет переписывать орфографические словари, подготовить учителей и методическую базу. Но время для таких масштабных изменений все-таки пришло. Переход на латиницу, как подчеркивает глава нашего государства, Нурсултан Абишевич Назарбаев, это веяние времени. Это нужная и необходимая реформа для развития казахского языка. Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Современный мир – это мир латинского алфавита. Латиница поможет стать казахскому языку мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления национальной идентичности. В молодежи студентам и так школьникам будет легче учиться по нему, также читать, писать. Казахский язык иностранцам изучается тяжело на данный момент. С этой программой он будет учиться намного легче. В общем, предстоит большая работа, но, как заявил Нурсултан Азарбаев, в понедельник идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения Казахстаном независимости. А сейчас он является одним из важных вопросов программы по модернизации общественного сознания. Еще одно направление в программе Рухани Жангру – это формирование особого отношения к своей земле. Для этого в Казахстане запустили проект под названием «Сакральная карта Казахстана». И даже странно, что этого не сделали раньше, ведь это важно – познакомить граждан Казахстана с уникальными местами, которых очень много на территории нашей страны, и показать, что удивительное, интересное, древнее, окутанное тайнами и легендами, вовсе не за 3-9 земель в других странах и континентах, а всего лишь в паре сотен километров. И стоит только начать постигать этот огромный мир сакрального богатства Казахстана. В путь отправилась моя коллега Александра Солмина. Село Озерное – ровесник нашей области. Ему больше 80 лет. Местные жители свято берегут культуру родного края. По крупицам собирают историю. Прялки, лукошки, прихваты для чугунных казанков – эти вещи из школьного музея хранят память о первых поселенцах. Вообще, Озерное богато прежде всего сакральными местами, говорят экскурсоводы. К примеру, храм царицы мира. Славится приход благодаря звезде Казахстана. Вот она переливается в солнечных лучах. Алтарь 7,5 на 2,5 метра сделан полностью из драгоценных металлов и камней. Весит около тонны. Изготовление такого алтаря – это срок, но вот это было изготовлено в течение трех лет. С момента создания людей художник, который задумывал этот алтарь, его форму, он сначала сюда приезжал, он смотрел, куда он приехал, он узнавал историю этого места Озерного. И потом, вернувшись в Польшу, он, если так можно сказать, создавал этот алтарь в Польше. Это удивительное творение прибыло сюда с большой миссией три года назад. Сюжеты из Библии и национальные орнаменты. Прихожане до сих пор поражаются красотой алтаря и задумкой художника. В его центре образ Девы Марии, окруженной сетью. Это часть истории села Озерного. В далекие 36-е сюда приехали репрессированные из Украины поляки. Их встретила голая степа, круг не было воды, люди голодали. А в марте 41-го неожиданно появилось озеро, полное рыбой. Оно смогло прокормить не только озерницев, но и жителей соседних деревень. Можно сказать, звезда Казахстана – это символ чуда на земле. В мире таких всего четыре. Все они абсолютно разные. Первый появился в Вифлееме, следующий у нас. Всего их должно быть 12. Остальные пока ждут своего часа, рассказывает отец войцах. Алтарь предложили включить в сакральную карту республики. Сейчас в нашей области работает специальная комиссия, которая знакомится с такими объектами. Я думаю, что в сакральной географии Казахстана алтарь нашел свое место, и оно имеет быть. И это очень важно. Важно для Казахстана и не только, вообще для мира. Это направлено на то, чтобы не было милитаризации, несознания, например. Это важно и для подрастающего поколения. А вот и чудесное озеро из сельской легенды. На его берегу теперь живут басы и кармелитки – сестры-затворницы. Они приехали из Польши около 10 лет назад. Место для монастыря выбрали сами. Этот дом не покидают. С посетителями общаются редко и через решетку. По 8 часов в сутки, а бывает и больше. Они просят милости у Бога. Молятся за души всех людей. Монахинь из ордена Девы Марии из горы Кармель всего трое. У каждой своя история. Сестра Елизавета 25 лет. Мирской жизни отдала сцене. От театральных подмостков, поклонников и славы актриса отказалась по зову сердца. Решила служить Богу. В живописной местности на берегу озера в селе Сырымбет расположился еще один памятник культуры. Претендент на место в списке сакральных мест Казахстана. Мы с вами находимся на семейной усадьбе у Алихановых. В 1989 годах на данной территории проведили археологические раскопки. В результате этих работ был выявлен фундамент пяти домов. В комплекс у нас здесь входит жилой дом, состоящий из шести комнат. Здесь в центре перед вами мечеть, верхняя часть – минарет. Также имеется медресе, баня, хозяйственные постройки. По эскизам Шокана и рассказам старожил, в 1993-м здесь постарались воспроизвести место, где знаменитый писатель провел свое детство. Вот его комната, письменный стол, кровать и большая печь. Такие, кстати, были в каждой опочивальне. А здесь жила его бабушка, властная хан Шайганым. Дом и сейчас большой, но раньше состоял из 12 спален и залов. В то время у них такая мебель была. Эти стулья, как и многие вещи, создали специально для музея. А вот китайский шкафчик бабушки Айганым остался с ее времен. В маршруте историков еще один памятник. Уже темнеет, а потому находиться здесь особенно волнительно. В степи в свете тусклых фонарей величественно стоят два 16-метровых мавзолея. Паломники и туристы сюда приезжают сотни людей не только для того, чтобы посмотреть на оригинальное строение, а мемориал действительно очень интересный. Гости в первую очередь хотят прикоснуться к истории. Здесь захоронены известные казахские воины, два друга Карасая и Агантай-Батыры. Они родились не здесь. Один на востоке, другой на юге. Но они вместе защищали север от калмыков. После того, как отогнали противника, каждый уехал на малую родину. Но их сердца рвались сюда. Ведь здесь прошли молодые годы. Решили вернуться. На одном из стоев случилась трагедия. Отравили сыновей Карасая. Не выдержав горя, он умер, а через год за своим другом ушел и Агантай. Открыли мемориальный комплекс в 1999 году. Здесь на трех языках написана история героических подвигов великих казахских батыров. Небольшая поминальная мечеть объединяет мавзолеи. А вот и сами усыпальницы. У каждого надгробия ширак. Зажигая его, посетители могут обратиться к Аруахам за помощью. Если вставляется вот такой большой камень, значит он умеет читать книгу. Образовку не читается. Выпускающий редактор интернет-портала «История Казахстана» Арман Сулейменов в Северном Казахстане впервые. Говорит, поражен, насколько наш регион насыщен местами, где можно духовно обогатиться и прикоснуться к истории родной земли. Наша задача постараться как можно больше, интереснее рассказать молодежи, школьникам, студентам о том, чем богата наша земля. Какими героями, батырами мы можем гордиться, должны гордиться. Именно через это мы будем воспитывать патриотизм у нашей молодежи. Из предложенных Северным Казахстаном шести сакральных мест в карту республики точно войдут четыре. В их числе древнее поселение Бутай. Оно тоже находится в Айртаусском районе. Именно там, а не в Монголии и Европе, по утверждениям североказахстанских историков, в IV веке до н.э. приручили первую лошадь. И в заключении, на этой неделе в Петропавловске честовали североказахстанских спортсменов, которые очень успешно выступили на пятых летних азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде. Заслуженный почет, денежные премии, оборцу Данияру Каленову, Аким области вручил ключи от квартиры. Меня переполняют эмоции. Когда Аким области вручил ключи от квартиры, это стало приятной неожиданностью. Теперь у меня есть собственное жилье. Я мечтал об этом. Поздравляя победителей в спорте высоких достижений, Кумар Аксакалов говорил и о развитии массового спорта. И на самом деле одно от другого очень сильно зависит. С одной стороны, массовое вовлечение детей к занятиям спортом позволяет выявить среди них будущих звезд мировых арен. А с другой, победы наших земляков вдохновляют их молодых и даже маленьких последователей выбирать спортивные секции. Конечно, не все пойдут в профессиональный спорт, но здоровые привычки останутся на всю жизнь. Так что это очень правильно. Поощряйте честного тех, кто достигает больших высот в профессиональном спорте. И, кстати, радостные новости с мировых спортивных площадок приходят все чаще. С победителями встретился и мой коллега Денис Севков. Северный Казахстан богат талантливыми спортсменами. Трое наших ребят поднимались на пьедестал почета в Ашхабаде. Там проходили пятые летние азиатские игры в закрытых помещениях. Артем Захаров принес победу в командной гонке преследования. Я участвовал в командной гонке преследования на 4 километра и многоборе Омниум. В командной гонке мы взяли золото. В финале ехали сборные Гонконга. И по первой плане дистанции мы немного проигрывали, но концовку у них победили. Бронзовую медаль в копилку сборной принес еще один североказахстанец Михаил Литвин. В забеге на 400 метров он установил новый рекорд страны. После того, как закончил бег, эмоции, конечно, переполняли, так как поставил новый рекорд Казахстана 46-51. Поддержка родных, близких, тренеров очень помогала. Как готовился легкоатлет к соревнованиям, рассказал его тренер Александр Акованцев. Цели и задачи стояли четкие, а потому права на ошибку у Михаила не было. Мы для этого даже пропустили весенний старт чемпионата Азии. Все сосредоточили, всю подготовку на этих стартах. В принципе, подвелись нормально. И трижды он стартовал, и трижды он улучшал свои личные достижения в этом сезоне. Североказахстанских спортсменов, которые достойно представили на международной арене страну, поздравил Аким области Кумар Аксакалов. Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни является одной из ключевых направлений государственной политики нашей страны. Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество североказахстанцев, которые систематически занимаются спортом. Конечно, это благодаря развитию инфраструктуры спорта. Мы сегодня собрались, чтобы сказать слова благодарности нашим ребятам, спортсменам. Мы знаем, чего это стоит. Мы, ребята, гордимся вами. Гордимся, что именно вы из североказахстанской области прославляете нашу страну. Призерам Азиады и их наставникам вручили почетные грамоты и денежные премии. Борец греко-римского стиля Даниэр Каленов получил ключи от квартиры. Спортсмены поблагодарили за внимание главу региона и пообещали не останавливаться на достигнутом. И в дальнейшем добиваться высоких результатов. А эту неделю мы увидели такое. Информационная служба МТРК продолжает находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут. И пусть больше будет хороших. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА